Еще в школе Сергей Николаев понял, что ему по душе возиться с техникой. Поэтому, когда перед ним встал вопрос о том, куда пойти учиться, без раздумий выбрал Саровский политех имени Бориса Глебовича Музрукова, где открыл для себя компьютерное моделирование. Рисовать чертежи и механизмы из простого хобби быстро превратилось в серьезное увлечение, которое привело Сергея к успеху на Балтийском научно-инженерном конкурсе. Под руководством преподавателя Игоря Столярова он стал савтором двух работ. Вращающиеся тросовые космические системы и натурные компьютерные моделирования кулачковой шагающей машины. Этот шагаход, он непосредственно сделан для работы в Арктике, но также он создан для того, чтобы беречь почву тундры, из-за того, что у него равномерная нагрузка идет, и из-за увеличения кулачков в дальнейшем это давление будет сводиться к нулю. Вместе с Сергеем над созданием шагахода работала ученица 7 класса из подмосковного Королева Анастасия Васильева. За основу ребята взяли механизм, который еще в 19-м столетии предложил выдающийся русский математик Пафнутий Чебышев. Настя создала модель, а Сергей выполнил компьютерный чертеж и помог довести дрон до ума. Возможности программы Компас 3D, который использовал студент Политеха, позволили в том числе проверить работоспособность шагахода. Традиционное образование подтолкнуло нас к тому, чтобы мы обращались с сотрудниками с другими регионами. Есть уже продолжительные связи с городом Королев, с научными руководителями оттуда, с Московским авиационным институтом. И таким образом получилась вот эта именно консолидация такая проектов, когда вместе получилось разделить роли в работе, таким образом, чтобы проект стал более сильным. Успешно пройдя отборочный этап, Сергей получил путевку в финал. Итоги 17-го Балтийского научно-инженерного конкурса подвели в Санкт-Петербурге на базе СПБГУ имени Петра Великого и Горного университета, где проект надо было представить и защитить перед оппонентами – членами научного, учительского, молодежного и бизнес-жюри. У каждого из членов жюри было свое направление в данной теме. То есть научные жюри непосредственно, как пойдет этот механизм, для чего он именно используется, а у бизнес-жюри непосредственно вопросы задавались таким образом, то есть как быстро мы запустим это все в оборот, будем ли мы дальше развиваться в данной теме. По итогам конкурса за проект натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины Сергей получил диплом второй степени. Создание компьютерной модели вращающихся тросовых космических систем отметили дипломом третьей степени. Кроме того, студенту Политеха присудили специальную премию от научного жюри и приз от молодежного. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.